Андрей, первый вопрос. Как настроение в сборной в связи с ситуацией непростой сейчас? На настроениях нормальные. Конечно, все понимают, что сбор без игр у нас будет, но обстановка тренировочная такая, можно так сказать, потому что всем нужно готовиться. Скоро у нас матчи из-за клуба будут. И так же, чтобы не терять никакую связь между собой. Неизвестно, когда будут матчи, но чтобы мы все равно контактировали все вместе и все равно нужна связь от нам. Как думаешь, футбол в такой ситуации может как-то отвлечь, стать какой-то отдушиной? Конечно, конечно, безусловно. Сейчас очень много негативных моментов. Я думаю, что люди теперь могут ходить на футбол без ограничений. Это огромный плюс и для футболистов, и для болельщиков. Это единственный раз сейчас какой-то праздник такой в нынешнее время. Поэтому безусловно. Сбор достаточно короткий. Тем не менее, наверняка ставишь какие-то задачи на этот сбор. Ну, держать себя в форме. Хотя тут по-любому не будет у нас никаких поблажек. Сегодня очень такая, на самом деле, тяжеленькая тренировка была. И вторая сегодня была. Так что, опять же, сборная – это всегда приятно, когда тебя вызывают. Себя нам нужно показывать, доказывать. И поэтому максимальная отдача, как обычно. В чем особенности требований в сборной России к физической форме? Ну, это, я думаю, все уже знают. Про вес, что нужно себя следить в форме. Питание у нас тут супер правильное. Без всяких лишних сладкого, вообще без сахара. Так что, это самое отличительное, я думаю, в этом плане питания. А может, какие-то есть особенности восстановить на процессе? Да, восстановление тоже. Массажи все по расписанию, кому сколько приходить. Это все обязательно. Обязательная сауна, холодная, горячая вода. Это что, прям, обязательно-обязательно. Еще недавно ты сам был новичком в сборной. Сейчас ты уже достаточно давно в сборной, есть другие новички. Что бы ты посоветовал им, чтобы быстрее адаптироваться? Ну, наверное, самое основное, что никого не стесняться, ничего не бояться. Все такие одинаковые. Поначалу это может, конечно, скованные какие-то движения быть, а совершенно у нас суперхороший коллектив, на самом деле, в сборной. Всегда очень приятно возвращаться, приезжать, всех очень радостно видеть. Вот, поэтому, наверное, только это. Больше нечего. Обсуждаете ли с ребятами чемпионскую гонку в сборной? Да, особо нет. Наверное, о клубных делах не сильно. Так разговариваем. Так какие-то, может, смешные ситуации, что в клубе происходит. Ну, как думаешь, какие основные конкуренты «Зенита» в выборе за чемпионство? Ну, «Динамо», я думаю, как оно было, так и осталось. И сейчас «ССК» очень хороший ход набрал, очень хорошие футболисты у них пришли. Я думаю, и последние результаты это показывают. Но у нас уже между собой встречи произошли. И с «ССК», по-моему, и с «Динамо». Вот, поэтому, ну, нам главное сейчас уже свои очки не терять. Статус игрока сборной помогает тебе в клубе «Зените»? В последнее время ты стал чаще там играть явно? Да, если так подумать, мне кажется, что у нас каждый российский игрок в «Зените» – это игрок сборной. Ну, кто-то там по травмам, может, там какие-то периоды, когда там, может, не всегда он играет. А так у нас каждый игрок – это сборная, и иностранцы тоже. Если у нас сборная, там, человеками, конечно, пять остается, может. И то и иностранцы, потому что сейчас перестали вызываться бразильцы из-за там ситуации тоже одной. А так, вообще, вся команда – это сборная с своей стороны. В отпуске ты покрасил волосы, сейчас весна. Ждем ли изменения в бимидже новых? Ну, наверное, да. Уже волосы дают у себя знать, если там часто их красишь, поэтому это не очень хорошо для них, и нужно паузу дать. Я думал коротко-коротко, прям на лосо посреди себя, но что-то потом меня отговорили от этой идеи. Вот. Но точно красить не буду сейчас. Поэтому надо паузнуть и красить тоже какой-то стиль сменить уже имидж, потому что уже все привыкли к белому.